Здравствуйте, уважаемые подписчики! Такси, вахта, либо охрана. Присаживайтесь, успокаивайтесь, берите чашечку чая, кофе, довольно долгое будет, но интересное видео. Мы рассмотрим, что же в такое сложное и крайне нестабильное время лучше. Таксовать, вахтовать или тупо идти в охрану. Начинаем. Друзья, в такую слякотную холодную погоду хочу незаменимую вещь для автомобилиста показать. Помимо автомобиля мы такими вот жилетками занимаемся. Посмотрите, для настоящих мужиков карман есть. Все, качество отменное, да. Здесь карман есть. Легко расстегивается, застегивается. Качество бомба, новое. Заказывайте вот такие вот жилетки, да. Копюшон также имеется. Короче, не пожалейте. Пишите либо на номер, либо ищите на всех известных маркетплейсах. Друзья, огромное всем спасибо за поддержку, кто покупает, естественно, нашу одежду. Она вся действительно очень качественная. Очень интересная. Покупайте также сейчас на подарок женам, мамам, сестрам, подругам, любовницам. Варежки очень крутые. Они крайне дешевые для такого уровня. Нам будет очень приятно. Да и вы придете в прекрасную вещь за небольшие деньги. Ребята, итак, ну что. Давайте начнем, конечно же, с самого интересного. Это охрана. Охрана. Что такое охрана? Ребята, вот бытует мнение, что зачем тебе работать? Зачем тебе вообще что-то делать? Иди просто в охрану. Ты будешь получать те же самые, там, условно, по Москве, по Питеру. Три, три с половиной, а то и четыре рубля. Смотря, опять же, в зависимости от того, на ногах ты весь день будешь. Либо ты будешь просто в комп таращиться. Либо ты будешь обход какого-нибудь коттеджного поселка делать по периметру. Все зависит, естественно, от твоих обязанностей, самого объекта и условий. Вахта это и на какой срок там. 14-14, либо 21-21, либо 2-2, там, месяца. Все зависит от этого, да. Какие плюсы? Ты абсолютно, можно сказать, ни за что не отвечаешь. Головушка, как говорится, спокойно и 100% тебе что-то заплатят. Да, бывают, кидают, но что-то заплатят. Какие минусы? Зачастую оплачиваемая вахта, охрана, она вахтовый метод имеет. То есть не в твоем городе, да, ты условно с какого-нибудь там Воронежа, там, Перми, там, да, там, Рязани. Ты будешь мотаться в какие-то более крупные города и там уже, естественно, работать по охранникам. Либо она имеет низкую ставку, но в твоем собственном городе. Чтобы вы понимали, у меня в родном городе, в моем кооперативе гаражного чувак сидит за 500 рублей. Ну, понятно, это все, там, бывшие, там, военные разные, там, полиция, там, один, там, просто пенсионеры РЖД, да, у них есть своя пенсия, и они просто работают. Они говорят, нам это, ну, 500 просто прикольно с мужиками посидеть, там, где-то в конце, там, смены немножко на грудь принять, чем на свою бабку смотреть. Вот это, что, как бы, касается охраны. Максимум 3,5-4 рубля смена, иногда даже будет питание, иногда даже будет предоставление одеяния, да, и, собственно говоря, вот такие вот деньги ты увидишь. Вахта именно север, именно далеко, именно дорого и высокооплачиваемая. Смотрите, вы спрашиваете, вот, Диман, ну, слушай, ну, вахта, это же все в одном, тебя вроде бы и научат, да, ты вроде бы и квалификацию специалистом откроешь, да, ну, корочки условно, ты, вахта как устроена? Вот ты сидишь такой, Вася, да, вот, например, у меня есть образование, да, я еще в юности получал, болит немножко сегодня, что, заметно, да, тут вот, да, приболел я, ребята, приболел, ой, вот, ты идешь, условно, как бы, получаешь корочку, с этой корочкой ты идешь, условно, подавать документы в шарагу, так называемую, контору. Вот, когда я, как бы, учился, вот, я, например, газоэлектросварщик четвертого разряда, у меня есть, ну, свидетельство, да, сколько же, что я прошел, там, столько-то, там, часов, там, практики, того-сего, но это еще ничего не значит, тебе говорят, открывай, там, условный НАКС, да, НАКС, это такая аттестация для сварщиков, да, что ты умеешь, там, варить так, 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 там, ну, разными способами, так скажем, вот, и потом уже ты со всем этим, как бы, да, с корочкой, со второй, корочкой, с желательно знакомыми, да, с желательно уже проверенным путем, да, чтобы шарага, так называемая, тебя не кинула, подаешь все эти документы, да, а потом ты уже летишь туда, по месту вот этого всего проведения, да, мероприятия, и потом уже на местах ты там смотришь, что, кого и как. Но сейчас, в данный момент, я слышал, что вахтовики привозят с вахты по 150, по 200 тысяч, да, тоже многие, я слышал, что говорят, зарплаты просели, но в целом, как бы, сильно с вахт никто не уходит, а все почему, вы думаете, потому что он так хорошо? Нет, потому что, на самом деле, у людей ипотеки, кредиты, жены, дети, любовницы, там, бывшие, я же хотел сказать, бывшие дети, то есть дети от первого брака, и т.д. и т.п., понимаете, да, очень большая финансовая нагрузка, поэтому вот у меня сосед в родном городе, он попытался сейчас устроиться на вахту, он, говорит, попал в страшно плохой коллектив, начальство убогое, то есть все вот брошено просто вот на произвол судьбы, да, и меня, говорит, тупо сожрал коллектив, пацан не вписался, ну, пацан очень такой правильный, не курит, не пьет, как бы, бабки, вот, как бы, очень такой правильный, там немножко надо быть, как бы, с коллективом, да, по херу то, что ты там хороший, такой веселый, да, спортсмен, как говорится, комсомол, да, то есть никого не е, ты должен быть, ну, ты, знаете, люди это воспринимают, как ты чё, типа, ты чё такой весь умный, что ли, ты с нами, с мужиками, или чё-то там будешь, один на лавочке сидеть, то есть, мудрость человека, она же в чём заключается, в том, чтобы подстраиваться под разное общество и под разные обстоятельства, да, то есть, грубо говоря, рассказывать, там, я не знаю, про Есенина или читателя Лермонтова, да, о мёртвые души, когда тебе говорит гопник, там, слеждая закурить, ты кто по жизни, а ты ему будешь, там, говорить, там, да, Лермонтова Гоголя, в смысле, мёртвые души, будешь рассказывать, там, про Плюшкина, пересказывать все души, ну, или прочитаешь какой-нибудь хороший стих, да, он скажет, как минимум, братан, ты чё, ебобо, или просто тебе даст в глаз, понимаете, под разное общество нужно подстраиваться, в том числе и выстраивать диалог, вот, поэтому, друзья, вахта для кого подходит, я считаю, что вахта разрушает семью, тут они обычно долгие, они обычно месяц-месяц, а то ещё и больше, да, если у тебя есть жена, там, молодая, тем более, да, ты понимаешь, либо ты её будешь регулярно, либо её будет сосед регулярно, не потому что я тут наговариваю, да, и не надо писать, что у меня там жена не такая, всё одинаково, физиология одинаковая, да, и у женщин рано или поздно начинается такое, понимаете, ну, как бы раскрытие, да, раскрытие себя, раскрытие того, что всё раскрывается, всё набухает, она понимает, но это будет продолжаться эта бесконечность, а жизнь-то проходит, я молодая, молодость проходит, да, вот есть Петька, как бы он на меня смотрит, пойду, я ему раскрою свой бутон, да, и пускай уже хоть кто-то окунётся в моё лоно, понимаете, нырнёт туда просто щучкой, а то и карасиком, поэтому, друзья, это работает, хотите семью сохранить, хотите, чтобы вашу жену плюхали только вы, наверное, надо завязывать вот такой вот чересчур длительной работы, и, собственно говоря, ну, 200 можно заработать, но, ребята, каким трудом и стоит ли оно того, я не знаю, но в Норильске у меня мой подписчик зарабатывает 2 сотки, правда, нужно 12 лет там, работает он на Норникель, но 2 сотки есть, ну, что такое 2 сотки для Норильска, вы знаете, сколько там килограмм помидор стоит, ребята, или кусок хлеба, да, это охренеть просто, это просто охренеть, да, да и давайте вот, грубо говоря, возьмём сейчас мы откроем калькулятор просто из-за интереса, и 200 тысяч мы разделим на 30 дней, это получается по 6,600, 6,660 рублей, много это или мало, сейчас мы поговорим, итак, друзья, теперь мы подкрадываемся к плавненько к теме такси, смотрите, чем мне вообще в целом нравится такси, всегда нравилось, ведь когда мне ещё было, сколько же мне было, по-моему, 19 лет, если я найду это видео, я его обязательно вставлю, я ещё был молодой, зелёный, уже тогда я притаксовывал, тогда дело было как, я понимал, что вот получил права, нужно какие-то денежки, да, естественно, девочки, естественно, коктейльчики, кофеёчек, да, прогулочки, кино, вино и домино, хотелось как-то двигаться, да, я попробовал себя в разных направлениях уже тогда, это был и завод был, и завод, и мясокомбинат, я варил там вот эту опалубку наверху, как бы лазил, да, на 40-градусной жаре сварочек, а мне тоже, и оператором станков с ЧПУ я был, сначала учеником, оператором, тоже мне это не понравилось, там свои были нюансы, да, как бы пробовал себя в разных перебирал, и продавцом-консультантом был, да, но вроде всё ничего, когда ты сначала в отделе электрики был, когда тебя перекидывают в отдел сухие смеси, и увольняются там резко все грузчики, ты как-то не хочешь за одну ставку выполнять задачи грузчика и продавца-консультанта, и всё вот это накапливается, да, и ты понимаешь, слушай, годы идут, надо как-то что-то, чтобы и время было, и деньги были, вы понимаете, это самое главное, чтобы жизнь наша тебе дана не просто так вот, чтобы её как бы прожил, протоптался там на вахтах, да, или в охране в какой-нибудь, да, и всё. И вот здесь вот, да, я никого сейчас не оскорбляю, друзья, мы просто все, понимаете, живём в такое время, ну, давайте честно, оно смутное, давайте честно, то есть не наши родители, не наши дедушки, бабушки такой не переживали, может быть, про дедушки, про бабушки, да, но и то, как бы, я думаю, что сейчас такой предельно переломный момент, да, нам важно что, первое, вовремя сориентироваться, второе, да, потреблять именно важную и нужную информацию, которая, понимаете, нужна для того, чтобы ты раскрылся, для того, чтобы найти себя, Для того, чтобы выбрать правильное направление А такое оно будет идти только от теплых людей Теплых людей, как их нащупать Вы их почувствуете сами, подсознательно Ты чувствуешь, что человек хочет тебе помочь Хоть как-то И при всем при этом Не пытается тебя нагреть И не пытается Вытянуть на частное Вытянуть на частное, что значит Это значит для себя Человек этот не пытается для себя тянуть Вот я вот ролики просто снимаю Они же, смотри, монетизацию не приносят Ничего не приносят Ну ладно, там две кофты у меня кто-нибудь купит Слава богу Но я не пытаюсь вытягивать на частное Я пытаюсь делать в обратку Чтобы людям что-то подсказать, помочь Потому что это реально работает Очень много комментариев, которые люди пишут Диман, спасибо, я там немножко начал разбираться Я хоть как-то пытаюсь нащупать себя Нащупать, что мне нужно И вот тут самое главное Чем интересна сфера такси Смотри, первое Ты закрываешь вопрос Ты можешь жить дома Первое Второе У тебя как-никак есть свободное время Это второе То есть ты сегодня встал Хочешь и едешь, хочешь не едет Отсутствие начальства Ну так таковой Типа там а-ля Яндекс Но это не значит, что это твой начальник Он, возможно, и не твой начальник Он, возможно, и сегодня он Завтра не он А послезавтра ты просто не выходишь на линию И берешься выходной Следующее Ты можешь регулировать полностью свои финансовые потоки То есть ты можешь зарядиться как самозанятый Да, вот И просто там ехать работать, можно сказать, на себя И это очень здорово Боишься там людей Такси Можно поработать с курьером Как бы, да И реально, если как бы работать Особенно в крупных городах Да, то можно заработать То есть реально сейчас можно заработать Да, и не надо отчаиваться Да, надо просто долбить, долбить, долбить Кстати, по поводу курьеров У меня где-то промокод есть Если его ведете, да 1497, рис4 Вот так вот, да 1497 и рис4, я его помню Вот То вам дадут несколько смен, да А вы в моем окошке будете отображаться Я буду видеть, сколько вы заказов сделали Это тоже прикольно, да Вот, и вам, да, подарят несколько смен сразу бесплатных Ты можешь там 3 дня долбить И у тебя будет бесплатные 12 часов промики, да Поэтому пробуй, да Но это надо самозанятость То есть полностью свои финансовые потоки регулируешь Ну и следующее Это все-таки то, что Никто над тобой не то, что не стоит А никто Ну тебе тупо завтра не скажут Да, друган, ты больше не актуален Да, ты больше не нужен Да, потому что там вот то-то, то-то Там мы набрали других Да, всегда будет работа, да И вне зависимости от общей ситуации Но честно Что бы завтра ни случилось Да, вот например Ну вы понимаете, может всякое случиться Да, ну что, люди ездить перестанут Нет, конечно Ну что, люди посылки перестанут возить Нет, конечно Вот, собственно говоря Несколько плюсов Дает понять, что То, что Тема актуальна, тема рабочая Давайте себе разберем Что нужно для того, чтобы начать работать Да, какие вообще внутренние настроения У тебя должны посещать Да, как ты должен раскрываться И что для этого надо Смотри, ты можешь просто тупо завтра Если у тебя есть права Пойти взять машину в аренду Я как-то делал ролик Я разбирал полностью Что для этого нужно Да, если у тебя, например, есть машина Ты можешь тупо сейчас Подсоединиться к какому-то парку Да, что я, конечно, думаю Поначалу можно поделать Там недельку-две А потом надо Региться как самозанятые Заказы, как мне кажется, лучше И начать просто работать Не себя, как говорится Какие плюсы вообще такси? Ну, мы их обозначили Да, это, собственно говоря И нет начальства над тобой И это всегда будет актуально Да, но есть, ребята, и минусы Минусы Работа с людьми Это всегда как бы минус Люди разные Мне вот на днях Там, например, женщина Начала высказывать в центре города Это, ребята, слава богу Не касается, кто в регионах живет В регионах все нормально Но в Москве это просто идиотизм Ты заезжаешь в центре И вот так вот стрелка Тебя начинает определять Что ты где-то там за 2 километра То есть навигатор сбивается GPS не работает Ничего не работает Ну, что? Вы что, как бы Тут первый раз, что ли, едете? Я говорю Ну, может, не первый Второй, третий Точно еду И что я говорю? Вы должны знать, куда ехать Вот в СССР таксисты все знали Я говорю А вы что, при СССР жили? Ну, с виду такая сидит Ну, там до 35 Дожила Я говорю Ну, пару лет, что ли Она начала Ну, пару, не пару Но немножко помню Я говорю Ну, немножко Я тоже говорю Я немножко помню Вот Ну, как там таксисты ездили Я точно не помню Короче, слово за слово Она начинает что-то огрызаться Я сижу терплю Терплю, терплю Потом она уже Ну, поняла Что, как бы Меня довела, видать Я уже всем видом показал Что сейчас я тебя, сука, либо высушу Либо еще что-то произойдет А я на заткнулась Ну, так вот у нас закончилось все То есть люди разные Потом как-то компания села Пять человек, да Ну, в смысле здесь один И сзади трое Четверо И что-то там начали Да, ну, типа И вся таких бизнесменов строить Типа они такие Я, не я Прям, да Этот спереди сидит Берет, короче, так Ну, у меня радио Он берет И начинает тыкать дисплей Я говорю Простите Я говорю А что вы делаете? Радио Убавь Я такой Те Он, что? Я говорю Убавь те Во-первых Радио Я говорю Мы с вами Пива не пили Детей не крестили Я говорю Что за неуважительное отношение Я говорю Ну, такой фаху Сидит, типа К этим обернулся Он, наверное, хотел В их глазах Как бы поддержки Какой-то там Почерпнуть Но они молчат У меня сейчас говорит Конференция Убавьте, пожалуйста Радио Говорю Вот Я говорю Совсем все по-другому Убавляю с руля Сидит, короче Начал тут орать Там, ну, типа Конференция Дорогие коллеги Я вот вам Я вот вам то Вот Ну, я вам сижу Молчу Потом уже Что-то он там Надо было Вот здесь ехать Я говорю Уважаемый Как вот навигатор ведет Так мы едем Понимаете Я говорю Надо было Не надо было Надо было Заранее говорить Давайте так и так Поедем вот таким маршрутом То есть разные ситуации Бывают Ребята И к этому Надо быть готовым Да Но в целом Все-таки Плюсов Я считаю Больше чем минусов Конечно же В такси Есть и в других Направлениях Как и охрана Как и вахта Да Север Плюсы Но знаете Самый жирный Плюс такси В том Что любой человек Вот любой Будь то женщина Будь то мужчина Сможет Условно В ту же Москву Приехать Или Петербург Куда ему ближе Взять тачку в аренду Поселиться в хостеле И зарабатывать Свои Ну Хотя бы 4-4,5 тысячи В смену Всегда А 4-4,5 тысячи В смену На начале Давайте так Это я говорю Вот Даже 4 Умножаем На 30 Получается 120 тысяч Теперь 120 тысяч Мы берем И минусуем Например 40 тысяч Это хорошая Однушка Где-нибудь На окраине Москвы Что мы получаем 80 тысяч Ты где-нибудь В регионе Заработаешь 80 тысяч Никогда в жизни Но Можно работать И в регионе И получать Те же 80 тысяч При условии Что у тебя есть Своя машина Да У тебя должна быть Своя машина Город Условно От 500 Там до 800 тысяч 80 тысяч Легко Будешь жить дома Все будет нормально Но главное Не лениться Не лениться Вот у меня в Питере Знакомый У него был Шевроле Кобальт Ну Он как бы Ленился Продал этот Кобальт Приехал парень С Ростова Перекуб Забрал этот Кобальт Сейчас он сидит У разбитого корыта И жалеет Он говорит Диман Лучше бы я хреначил Лучше бы я работал Я говорю Конечно лучше бы А сейчас ты будешь С мамой Сидеть слушать Какой-то никчемный мужик Тебе уже 38 лет Он говорит Да Не совершайте моих ошибок Я говорит Психанул Все месяцев Он покатал И скинул этот Кобальт Поэтому друзья Вот как-то так Смотрите У вас есть два пути Вы можете условно Зайти На каких цифрах Сейчас в таксу Вот можно взять За 500 тысяч Для региона Какую-нибудь машинку Понимаете Цены сейчас залетели Обслуживание Как правильно Парень вчера писал Что-то рубль 70 Стоило раньше Километр Пробег условно На той же Гранте Но это по обслуживанию По всему Сейчас он 2,80 Стоит На той же Лады Гранта Можно брать Какой-нибудь дешевенький Тасс Либо дешевенькую На марку Ну дешевенькую Это как Она должна бегать Стоит такая дешевенькая Будет 1500 Вот ты можешь Вот в этой категории Зайти Можешь Это по регионам 500 тысяч В Москве Я считаю Зайти в таксу Но это полторашка Нужно Полторашка сейчас Можно тот же Шевроле Кобальт Взять Можно что-то там Какую-нибудь Кайли Взять Можно Какую-нибудь Просто свежую Весту Взять Или какой-нибудь Там я не знаю Условный Логан Посмотреть Стэп Вэй Какой-нибудь Вот И Сойти поэкономам Вот пацана Недавно видел На автомойку Подъезжаю На самообслуживание Говорю Что там Свобода Нет Чисто таксичная Мэг Вот Кальянова И Разговаривали Да нет Он говорит А что ты Это Я говорю Ну вот там Так и так Вот зал Короче Работаю Ну разговаривай Ну он говорит Как по комфорту Я говорю Ну так Все Как бы Бартан Нормально выкатываю Я говорю Что твой Круз У него Шевроле Круз Вот на нем Уже живого места Нет Он говорит Я говорит Его долблю Он говорит Сам 14 года Я его долблю Вот как в 14 Нового взял До сих пор долблю Показывает на спидометре У него там что-то в районе 680 тысяч пробега Я херел Я говорю Ты куда У них я недельники катаю Туда и сюда Я говорю Ну что нормально Он говорит Я свои 100 70-80 тысяч Всегда имею На своей машине Я потом Думаю Наверное Пиздит Беру Канкулятор И решаю Просто 170 Например Тысяч Разделить Например На 35-600 То есть Чуете Пацан 12 лет Посвятил Себя Северу Света белого Не видит Там гулять Вечно в снегу В этом Норильске 200 получает То есть Этот на косарь Меньше получает На косарь Но я уверен Это на каком-то Вонючем шевроле Кукурузе Разбитом Да Ну Как бы долбит Чувак А вы думаете В Норильске В холоде Или в какой-нибудь Саха-Якутия Долбить не надо Там еще больше Только там начальство Только там Дяди, тети Надо блат искать Сегодня тебя выкинули Лежав Ты никому не нужен Все Здесь как бы Наверное попроще Так что Насчет такса Я думаю Это не такая уж Смешная тема Да Какой она показалась Но ее нужно изучать Ее нужно изучать Опять же Если из вас Есть опытные люди Давайте встретимся Да Напишите на номер Да Там например 8-916-756-1776 Ватсап Кто вы Откуда вы Да На какой машине Работаете Можно встретиться Взять интервью Расскажете новичкам Как лучше делать Как лучше не делать Это будет очень-очень круто Друзья Напишите Вообще В целом Своё мнение Что вы выбираете Вахта Охрана Либо такси Либо вообще ничего И лучше развиваться В каких-то дорогих Других Интересных направлениях Огромное спасибо Кто делает В нашем интернет-магазине Заказы на ВБ Ссылочка будет В закрепе Покупайте к Новому году И подарки 8 марта Скоро День Святого Валентина 23 февраля Одевайтесь Ребята Вся одёжка качественная Также есть подарки В виде карт Берите карты Берите золотые Карты покерные Они очень высокого класса Ребята Я вас всех люблю Лайк Подписка Комментарий До скорых встреч Всем пока